Привет, сейчас я хочу представить вам несколько ляпов в любимом мультфильме «Малыши Карлосон». Понимаю, что перечислять несостыковки советских рисованных от руки мультфильмов как минимум глупо, но поверьте мне, я ни в коем случае не намереваюсь надавить на упущение художников-мультипликаторов. Я чрезмерно благодарен им за огромную проделанную работу и подаренную многим поколениям радость. Начнём! Рядом с тарелкой на столе через несколько кадров появляются новые столовые приборы. Стул, на котором сидит «Малыш» в одной из сцен, показан совсем не таким, каким на самом деле является. Красная пирамидка умеет исчезать. Собственно, как и пропеллер Карлсона. Дверь дома любимого героя открывается то вовнутрь, то наружу относительно любого пространства. Две прищепки с обоих концов простыни незаметно для зрителя заменяются одной. Это скорее умышленное недопущение, ибо как привидение поднялось бы в воздух. Жулики вылетают из чердака без головных уборов, которых причём не видно даже в воздухе. На крышу приземляются они уже в них. Обратите внимание на руки Карлсона. На следующем кадре они принимают уже другое положение, да и к тому же из виду пропадает простыня. На полке, кажется, нет зайца. Ах, нет, он там. В руке Фрэкинбок буквально из ниоткуда появляется плюшка. Не думаю, что она успела взять её во время смены кадра. Здесь же плюшек не одна, а сразу целая тарелка, которая, к сожалению, совсем исчезает. Ну а чашка с краю перемещается на середину стола. Хвост то за Матильдой, то со смены кадра перед ней. Разумеется, здесь я указал не все ляпы этого прекрасного мультфильма, но уверен, вам понравилось видео, так что не забудьте оценить его по достоинству. Желаю удачи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok